Земля русская, Граде святые, Граде святые, украшай твой дом. История Горицкого монастыря Основание Горицкого монастыря обычно приписывается Ивану Грозному, однако основание монастыря было много ранее царствования Иоанна Васильевича. В житии святого Дмитрия Прилудского пишется, что он жил и подвязался в иноческих подвигах в Горицком монастыре, а святой Дмитрий жил в нем ранее 1350 года, потому что около этого года он основал в Переславле свой монастырь. Никольский на болоте. В 1354 году он виделся с преподобным Сергием, когда тот приходил в Переславль к епископу Афанасию просить для созданной им Троицкой обители. В 1368 году святой Дмитрий ушел из Переславля в пределы Вологодские и скончался в Вологде в 1391 году. Следовательно, кончина святого Дмитрия Прилудского была за 142 года до царствования Ивана Грозного. Кроме этого, в Горицком монастыре жил и другой святой подвижник, преподобный Даниил Переславский Чудотворец. 30 лет с 1495 до 1525 года. В 1508 году он устроил в Переславле монастырь во имя всех святых и церковь во имя святой Троицы. В житии преподобного Даниила повествуется, что князь Василий Иоаннович в 1529 году был в новоустроенном Даниилово монастыре и повелел отдать в его монастырь сарай Горицкого и Никитского монастырей. Все это было до царствования Грозного и, следовательно, построение Горицкого монастыря царю Ивану Грозному не принадлежит. Есть и другое мнение, и еще одна история. Часто князья основывали монастыри в память о важных событиях в своей жизни. Спустя два года после Куликовской битвы в 1382 году Тахтамыш, усилившийся поражением Мамая, быстро подошел к Москве. Дмитрий Датской уехал в Кострому собирать войско. За ним же выехала его жена Евдокия с детьми и остановилась в Переславле, вероятно, по случаю своей беременности. Узнав, что Тахтамыш приближается к Переславлю, жители города сели в лодке и отплыли на середину озера и тем спаслись. Евдокия поехала к мужу в Кострому и по дороге ее чуть не догнали тартары. Переславлю же тартары разграбили и сожгли. Очень может быть, что в благодарность своего спасения Евдокия восстановила Горицкий монастырь, уже существовавший к 1392 году. Когда же был основан Горицкий монастырь? В списке иерархов и настоятелей монастыря под Горицким монастырем написано «Горицкий Успенский монастырь основан в XIV веке. Первым настоятелем его был архимандрит Филимон, после епископ Коломенский». В синодике Горицкого монастыря XVII века есть такая надпись «Сему синодику в 1820 году исполнилось 400 лет. Горицкий монастырь значится под 1359 годом». Еще один источник. В 1340 году умирает Иван Калита и на княжение вступает его сын Симеон. Карамзин так описывает это вступление. «При гробе отца Симен клялся братьям жить с ними в любви и правде. При всем были Петр, архимандрит московский, Филимон, архимандрит переславский, несомненно, Горицкого монастыря». Если в 1340 году Филимон был архимандритом Горицкого монастыря, то Горицкий монастырь существовал ранее 1340 года, еще при Иване Калите, так как архимандрия как монастырям, так и лицам давалась не сразу, а со временем. Поскольку монастыри строились князьями по особо важным событиям, то такое событие находится и в жизни Иоанна Даниловича. Добрая слава Калиты привлекала к нему великих людей. Из Орды приехал к нему Мурза Четь, от которого произошел царь Борис Федорович Годунов. Из Киева в 1332 году приехал вельможа Родион Несторович, предок Квашниных, и привел с собою 1700 отроков, детей боярских. За это усердие Калита возвел Родиона в высшее бояре, что вызвало сильную зависть у других бояр. Некоторые из них посчитали себя ущемленными и отъехали к иным князьям, в частности, к Тверскому князю Михаилу, и оттуда всячески вредили Калите. Например, отъехавший боярин Акинф Гаврилович подначил Тверского князя отъять от Переславля волость Юлку. Переславский князь Георгий Данилович, желая получить великое княжение, отъехал за ним в Орду, оставив за себя брата, московского князя Иоанна Даниловича. В этот момент и подошел к Переславлю тверской боярин Акинф и осадил город. Иоанн Калита не успел собрать войско, а сам Переславль был мал и не тверд. Ему грозила смерть или позорный плен. На четвертый день осады на помощь Калите подоспел вышеуказанный Родион Нестерович. Была сеча зла, но пересилил Родион Акинфа, изыскал его на поле боя и лично привез Калите его голову. Избавление от неминучей смерти и плена в тот год, вероятно, и послужило поводом для Калиты воздвигнуть Горицкий Успенский монастырь. В благодарность за спасение с тех пор Калита начал носить с собой мешочек или Калиту с деньгами для раздачи бедным. Таким образом, Горицкий монастырь, скорее всего, основан великим князем Иоанном Даниловичем Калитой между 1337 и 1340 годами. После разорения переславля Тахтамышем Горицкий монастырь восстановлен или возобновлен супругой князя Дмитрия Донского Евдокии в 1392 году. Церковь русская, красуйся и бегуй, Сема, чада Твоя, престолу владычью, Гославе, престолея, кранующеся. Управление Горицкого монастыря Название свое Горицкий монастырь получил по местоположению. Он стоит на высокой горе, господствующей над Переславлем и озером Плещеевым. На три периода разделяется управление Горицкого монастыря. В первый период от своего основания в первой половине XIV века он управлялся архимандритами. Во второй период с 1744 по 1788 годы он был сделан кафедральным и управлялся архиереями, которые имели в нем свое пребывание. В третий период, после 1788 года, монастырь превращен в городской собор и управлялся претериями. Причем, кроме соборной Успенской церкви, все монастырские здания и кельи были в светском ведении. Полного списка архимандритов настоятелей монастыря нет. После упразднения Переславской епархии, все жалованные царские грамоты и другие важные крепости вытребованы в Москву и в Санкт-Петербург, а оставшиеся в монастыре документы сгорели в пожаре 1822 года. Горицкий монастырь или Причистая на Горицах при архимандритах не отличается ни благоукрашением монастырских церквей, ни роскошью монастырских зданий. Время их владения было временем собирания монастырских владений и числа водчинных душ крестьян, коих в 1754 году было более пяти тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Князь Молконский упоминает, что в 1629 году в Горицком монастыре значилось Соборная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы Церковь Рождества святого Иоанна Претечи Каменная теплая церковь всех святых На святых воротах церковь во имя святых Зосима и Савватия Соловейских чудотворцев Ограда вокруг монастыря в заметах, то есть испортившаяся, представляющая местами груду камней Вне монастыря дворы конюшей и коровий Над монастырем Слободка Нагорная, сено у Переславского озера 300 копен Другая Нагорная Слободка с деревянной церковью преподобного Сергия В Слободке живут служебники, иконники, квасовары, хлебники, огородники, коновалы, мельники и сапожники Всего 17 дворов При входе в Горицкий монастырь прежде всего обращают на себя внимание монастырские ворота Отличающиеся художественной постройкой По рисунку украшений ворота эти относятся к 17 веку Вся постройка произведена из кирпича, изготовленного в особых станках, соответственно форме украшений По разнообразию и оригинальности рисунка в украшениях здание это составляет замечательный памятник древнерусского зодчества Архитектура ворот Горицкого монастыря исключительно своеобразна по замыслу, богатству и употреблению мелкой отделки, заполняющей почти все пространства стен Эти мелкие фигуры, впадинки, колонки, бусы и прочее дают при первом взгляде впечатление резьбы из камня или даже из дерева ПЕСНЯ 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 Ворота представляют сооружения не крепостные, а гражданские, главное назначение которых декоративное – служить богатым и красивым въездом в монастырь. Главная постройка со святыми воротами находится на юго-восточном углу ограды и в этом случае представляет уклонение от обычного приема располагать ворота в середине протяжения ограды. Так как святые ворота имели особое значение и отворялись весьма редко, то для повседневного прохода и проезда были устроены другие ворота в восточной ограде близ первых. Для особого прохода имелась калитка в южной стене. По выписи из книги Андрея Загряжского 1629 года прежнее описание дополняется тем, что к Горицкому приписан пустынный монастырь на реке Кубрь во имя Успения Святой Богородицы со всеми землями, угодьями и пятнадцатью пустошими. В описи Стольника Семена Корабьина до Диака Герасима Потапьева 1701 года находится более подробное описание Горицкого монастыря. Соборная каменная Успенская церковь о пяти главах, из них большая обита немецким железом, а прочие четыре одеты деревянную чешуёю. Другая церковь во имя всех святых, каменная с трапезною о пяти главах с крестами, с репьями крыта тёсом. О других церквях не упомянуто. В библиотеке, кроме прочих богослужебных книг, упомянуты замечательные Маргарита, Библия Киевской Печати, Патерник Печорский, Требник Петра Могилы, Евангелие Киевской Печати, Ключ Большой Разумения, Зерцало Богословия, Рай Мысленный, Летописец Киевский, Обиход Клюковой, Певчие Книги, Триот, Минея, Ирмосы, Актиот. В числе благотворителей и жертвователей в Горицкий монастырь записаны имена. Князя Петра Ивановича Борятинского, Болярина Михаила Михайловича Салтыкова, Князей Челядиных, Заболоцкого, Чоботова, Бельского, Бутурлина, Окольничего, Алфеева, Фёдора Мстиславского, Нагих, Ивана Третьякова, Князя Дмитрия Михайловича Пожарского, Болярина Никиты Романова, Фёдора Ивановича Гдунова, Григория Дмитриевича Строганова, Корсаковых и многих других. В царствовании императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году в Переславле учреждена епархия и духовная консистория. Горицкий монастырь сделан кафедральным для пребывания в нём архиереев. К Переславской епархии были причислены 10 городов – Дмитров, Клин, Руза, Верия, Волоколамск, Гжатск, Александров, Киржач, Покров и Переславль – со всеми монастырями и сёлами. Всего 16 монастырей, а у них 28 940 душ. Время это было самым цветущим для Горицкого монастыря. Переславские владыки были учёные-мужи и знатоки архитектуры церковной и гражданской. Некоторые из них были лично известны императрицам Елизавете Петровне и Екатерине II, как отличные проповедники при дворе. Переславские архиереи, благодаря своему образованию и вкусу, не могли довольствоваться обыденным обеспечением насушных нужд. Обладая пятью тысяч душ и пятнадцатью монастырями, готовыми прийти на помощь, они приступили к капитальному реставрированию монастырских церквей и украшению их к постройке различных корпусов в широких размахах. Так, соборная церковь надстроена выше, до девяти сажений до крыши. От соборной церкви до трапезной на пространстве в двенадцать сажений длины и пятнадцать ширины в 1755 году застроено величественное здание Геосимания для поставления в середине гроба Богоматери по подобию гроба Господня в Ново-Иерусалимском монастыре. Здание осталось недостроенным. Построена колокольня и под нею церковь Богоявления Господня. Указом 1754 года для исправления ветхостей Гористского монастыря потребовано сводчин монастырей по одному человеку со ста душ, чтобы одна треть из них была с лошадьми, другая одна треть с топорами, лопатами и носилками, и еще треть состояла из плотников и печников. Взыскано сводчинных крестьян по одному рублю, соброчных 1 рубль 41,5 копейки. Нужно было вывести и изготовить бруса 5600 штук длиной 17 аршин, досок пятковых 7000, тесу ровного и гладкого 14000 штук и много чего другого. Субтитры создавал DimaTorzok В середине монастыря для предосторожности от пожарных случаев ископан пруд с укрепленным по берегам обрубами и земляным валом мерою 58 сажений длины и 16 сажений ширины. Для наполнения его водою проведены были деревянные трубы из другого пруда, стоящего за монастырской оградой. В 1788 году с приезда в монастырь близ ограды с южной стороны в 1751 году построен деревянный корпус на каменном фундаменте для приезжающих богомольцев. Жилых покоев в нем было 12, потолки подбиты холстом и выбелены. Вокруг монастыря каменная ограда с семью башнями длиною 360 сажений с тремя воротами. В 1755 году в конюшенном дворе было две конюшни на 60 стоил при 26 деньниках. Тут же находился дровяной двор и хлебный амбар. Существовали другие многочисленные постройки. Архиерейский период управления Горицким монастырем был самым цветущим периодом для него. Это был ряд непрерывных построек и реставрирования монастырских зданий. В 1788 году Переславская епархия была закрыта и более не восстанавливалась. Как епархия, так и консистория переведены в Суздаль, а сам Переславль причислен к Суздальской епархии. Прочие города Переславской епархии были причислены к епархиям тех губерний, из которых они были взяты. Горицкий же монастырь сделан городским монастырем. По переводу Переславской епархии в Суздаль, скудное наследство получили протеерея Горицкого собора от всего богатства монастырского. В их введение и на их попечение попала Соборная Успенская церковь, колокольня и церковь под нею, также церковь над Святыми Воротами, без всяких средств для поддержания их. Прочие же все здания, как в самом монастыре, так и вне его, переданы в светское ведомство. Светское же ведомство, имея необходимые для своих учреждений здания в самом Переславле, не имело никаких побуждений заботиться о монастырских зданиях, отстоящих от Переславля на три версты. В одно время подвалы монастырских строений были отданы под винные склады, но ненадолго и после переведены в город. Еще в 1763 году заявлялось, что для приведения в порядок отвершавших монастырских зданий требовалась сумма 34 657 рублей. Теперь же, когда здания лишились своих обитателей, они приходили в большее и большее обветшание. Крыши провалились, стены представляли собою груды щебня. Под куполами птицы вели гнезда. Богослужение совершалось в холодном Успенском соборе по выходным дням и только в летнее время. В 1882 году от сильного ветра снеслись с башен крыши. Ограда монастыря была длиною 360 сажений, высотою 12 аршин, а ширины такой, что по ней спокойно могли разойтись два человека. Нужна ли была монастырю такая стена? Чего ради будет гибель большого капитала для исправления ее? Хвалите Господа, Господа с небес! Хвалите Господа, Господа с небес! Хвалите Его, Его высший! Хвалите Его, Его высший! Хвалите Его, Его высший! Хвалите Его, Его высший! Указом Святого Синода в 1881 году разрешено было духовенству Переславского училищного округа устроить училище с общежитием в зданиях упраздненного Горецкого монастыря. Пошла работа по проведению зданий в порядок, духовенство употребляло усиленные налоги. В итоге церковь всех святых была приведена в приличный вид. Устроен иконостас, стены оштукатурены и выклашены масляной краской, отопление – духовое. Хотя она не блестела золотом и серебром, но приведена в действующее состояние. Она служила отличной церковью для учеников. В прежних братской трапезной и развалившихся архиерейских покоях устроено духовное училище с четырьмя теплыми классами на 100 человек с общежитием. Построен двухэтажный корпус для казенных квартир, смотрителя училища и его помощника, также для помещения фундаментальной библиотеки. Заново устроены каретный сарай, деревянные погреба, амбары и баня. Внутри стен монастыря луговина, арендуемая духовенством у соборного причта, представляет великолепное сухое гуляние для учеников в свободное от учения время. Луговина засажена липами и березами. Заросший пруд был вычищен. В таком состоянии Горицкий монастырь вошел в 20 век. Постройка всех означенных зданий стоила духовенству до 50 тысяч рублей. На одну только очистку территории от выросших деревьев и кустов ушло около 500 рублей. Граф Шереметьев посетил в 1900 году Горицкий монастырь и позже издал книгу «Два упраздненных монастыря над Переславльским озером», где описал свои впечатления от посещения Горицкого монастыря. Сохранившиеся древние вещи К концу XIX века из древних изданий и вещей сохранилось немногое. Церковные хоровые книги в 1895 году по указу Владимирской духовной консистории отправлены директору Синодального певческого московского училища. Из древних икон сохранились особенно замечательные. Икона Успения Божьей Матери, оставшаяся от старинного иконостаса XIV столетия. Икона Казанской Божьей Матери, обложенная басемным серебром, позолочена на затворах праздники Господни. Это вклад Печорского архимандрита Рафаила в 1641 году. Икона Иверская Пресвятой Богородицы написана знаменщиком Государевой палаты иконописцем Симеоном Федоровым. Около 1675 года своими руками. Из четырех монастырей Переславля три были осмотрены государем императором Николаем II во время его посещения Переславля в мае 1913 года. Горицкий монастырь не вошел в их число. На сегодняшний день в Горицком монастыре располагается Переславский краеведческий музей. Горицкий монастырь Горицкий монастырь не вошел в их число. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»